ВСУ нанесли удар по НПЗ в Волгограде. Он горел несколько часов и стал еще одним прецедентом, когда ВСУ выводит из строя топливную инфраструктуру. Украина делает дроны в огромном количестве разных кустарных производств. Количество дронов большое, как и их разновидность, что позволяет Украине более эффективно применять их на поле боя. Появились дополнительные спутниковые снимки аэродрома Бельбек, куда Украина наносила удары. На них видно, что действительно повреждения имеют место и они довольно обширны. Акция жен мобилизованных прошла в Москве на Красной площади. Их не задерживали, зато много задержали журналистов или людей, которые так себя называют. Подробности обо всем этом и о многом другом, в том числе об ударе по Лисичанску, который сейчас активно обсуждают в, собственно, пророссийских медиа, обо всем этом поговорим в ближайшие несколько десятков минут. Очередной удар по нефтеперерабатывающему заводу. И пусть вас не смущает слово «очередной». На самом деле переоценить значение этих ударов довольно сложно. Украина несколько недель назад взяла стратегию на то, чтобы наносить удары по НПЗ в глубине России. И пока это все проходит довольно успешно. Собственно, вот момент атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод Волгограда. Он попал на видео. Оно было снято, по словам очевидцев, в поселке Малые Чепурники Светлоярского района области, что в пяти километрах от завода «Лукойл» в Красноармейском районе Волгограда, где произошел взрыв. Судя по ролику, который появился в чате Светлоярского района, камера установлена на одном из частных домовладений. На кадрах видно, что взрыв произошел в 4.49, по времени установленного на камере. Визуально пейзаж на горизонте схож с пейзажем НПЗ. Я в 4.20 проснулась от очень сильного взрыва, потом где-то через полчаса был второй, но уже не такой сильный, как первый, сообщают местные жители. Из чего я лично делаю вывод, что первый взрыв это был прилет, собственно, непосредственно дрона, ну а дальше начался пожар и, возможно, взрывалось уже топливо. Собственно, источники украинских СМИ сообщили, что атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде организовала СБУ. Об этом пишет «Украинская правда» и униана со ссылкой на свои источники. Собственно, эти же источники утверждают, что беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности. СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военный промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета, заявил собеседник «Украинской правды». Как вы помните, это отражено и в статье Залужного, которая фактически является новой доктриной украинской армии. Очень важная, на мой взгляд, статья. Она просто является объявлением нового типа войны, который сейчас ведет Украина. Я всем рекомендую с ней ознакомиться. Я ее специально для вас перевел и озвучил, и, собственно, вчера выпустил. Можете посмотреть, если пропустили. Но там, в частности, указывается, что Украина будет с помощью малой авиации, с помощью дронов наносить удары по военным объектам и по объектам, которые обеспечивают экономику России. Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что, естественно, все сбило. Именно, что сбило семь беспилотников в трех областях. Собственно, сообщили они, что в ночь на 3 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили, уничтожили семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в трех областях России. И пишут они, в ведомстве утверждается, что военные сбили четыре беспилотника в Белгородской, два в Волгоградской области, еще один в Ростовской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате последствий падения сбитого беспилотника произошел пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Мне, конечно, поразительно нравится вот эта вот попытка информационно каким-то образом, значит, отработать историю, связанную с тем, что дроны прилетают по российским объектам. Они каждый раз говорят, что это, ну, вы не переживайте, это не дроны прилетают, это сбитые дроны прилетают, осколки от них. Интересно, ну, если сбитие дрона ничем не отличается по эффекту от прилета дрона, то имеет ли вообще их смысл сбивать? Понятно, что российские власти просто врут, и что на самом деле эти дроны достигают своих целей, по крайней мере, часть из них. Но вот когда они пытаются так отмазываться, что называется, это выглядит довольно странно, что дрон сбили, но, знаете, его осколки сделали ровно то, для чего этот дрон и был запущен. Издание «Волгоград онлайн» пишет, что пожар произошел на заводе «Лукойл» «Волгограднефтепереработка» в Архстноармейском районе Волгограда. Возгорание нефтепродуктов, по их сообщениям, достигло площади 300 квадратных метров, сообщил МЧС. Но его якобы уже потушили, по словам Бочарова, никто не пострадал. Вот очередной пример успешной работы, успешного удара и, к счастью, без пострадавших гражданских. Собственно, вот видео пожара на вот этом крупнейшем заводе по переработке нефти. Собственно, его тушили больше трех часов. По словам местных жителей, пожару предшествовало как раз два взрыва, о чем я уже сообщал. То есть, еще интересно, я видел в нескольких каналах, что люди еще долго думали, это пожар на Туапсинском, где тоже был мощный пожар НПЗ, или это вот новый. Это действительно новый, Россия все еще является уязвимой для этих ударов, не может закрыть свое небо ПВО. Но оно и понятно, Россия довольно большая, контролировать всю ее территорию, контролировать все ее города и все объекты практически невозможно. Поэтому, безусловно, эти удары будут продолжаться, эти удары будут бить по российской логистике, по российской топливной инфраструктуре и по российской экономике, безусловно. Стали известны подробности, как ни визуальные подробности, подтверждающие предыдущую информацию. В Дипстейт показали спутниковые снимки аэродрома Бильбек, на которых видно последствия поражения. Собственно, вот они перед вами. Ранее напомню, что спикер воздушных сил Юрий Игнат отметил, что уничтожены по меньшей мере три самолета, а также из потери личного состава. Называл он это все поражением пункта врага. Собственно, обстрелы, которые не прицельные удары, которые являются уже регулярными, к сожалению, эти обстрелы продолжаются каждый день. Про них редко довольно говорят отдельно, потому что, как правило, знаете, типа за ночь Россия обстреливает несколько населенных пунктов украинских. Там один человек погибает, там два-три раненых. И все считают, ну, это же не какое-то большое количество людей. Зачем про это дополнительно рассказывать? Поэтому большое спасибо СИТ, которые ведут подробные сводки по обстрелам. Там есть, правда, минусы. Опять эти сводки по обстрелам, они со слов, что называется, пострадавшей стороны. И понятно, что у нас есть очень серьезные основания ставить под сомнение часть слов, которые делаются российскими оккупационными властями, просто потому что мы много раз ловили их на лжи. Тем не менее, надо понимать, что обстрелы, они продолжаются каждый день, что каждый день гибнут мирные люди. Как известно, смерть фашистов всегда праздник, а смерть любого мирного, с любой стороны, это всегда трагедия. В Херсонской области на вчера в результате российских обстрелов пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его данным, за сутки, вот с 2-го, ну а 3-е число, российские военные 67 раз обстреливали населенные пункты региона с применением артиллерии, минометов, РЗО, снарядов, танков, БПЛА и авиации. Всего вооруженные силы России выпустили по Херсонской области 218 снарядов, включая одну авиационную бомбу, которую российские военные ударили по Херсону. Прокудин заявил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также повредили объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в Херсонском районе. Кроме того, под российский обстрел попал детский сад в Береславском районе. Также были повреждены магазины и медицинские учреждения в Херсоне. Вообще, чтобы вы понимали вообще общее число обстрелов, значит, вот за сутки со 2-го на 3-е февраля российские войска обстреляли территорию 12 украинских областей. Об этом сообщал медиа-центр Минобороны Украины. В общей сложности были атакованы 130 населенных пунктов и 58 объектов инфраструктуры. Войска России применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию. То есть, практически весь арсенал, который у России доступен, происходит это довольно часто, практически в ежедневном режиме. Общее число погибших за одни сутки пока до сих пор уточняется количество погибших и пострадавших. Но такой удар, который обсуждается довольно активно, как это и всегда бывает, когда есть удар, в котором большое количество погибших, это удар по Лисичанску. Собственно, войска Украины нанесли удар по оккупированному Лисичанску. Судя по тому, что мы там видим, это некое кафе или, как это пишут, пекарня, и там, по рассказам очевидцев, довольно большое количество погибших и пострадавших. Собственно, речь идет о десятках человек. Официально сообщено о почти 30 погибших людях, которые там в том числе остаются и под завалами, по крайней мере, оставались на тот момент. И, собственно, довольно активно постят кадры оттуда. И действительно, это серьезный такой удар. И наверняка там были и мирные жители, которые, к сожалению, пострадали, но пока не до конца понятно, кто именно там находился. Почему не до конца понятно? Собственно, местные жители, сообщает Астра, пишут в соцсетях, что под удар попало здание ресторана, и что в этом ресторане обедали российские военные. Украинские власти пока не комментировали эту атаку. А поскольку атака была вчера вечером, то нужно больше информации, больше видео, больше фотографий с места, больше рассказов очевидцев, для того, чтобы понять, были ли военные, собственно, в этом заведении, наносился ли это удар. То есть, сопутствующий ущерб, трагическая потеря мирных жителей, или это удар, собственно, по гражданскому объекту, в котором находились только мирные жители. Это нам еще предстоит узнать. Я надеюсь, что завтра подробностей будет уже больше. В любом случае, повторю то, что я неоднократно заявлял. Если вы находитесь близко к фронту, или даже не близко к фронту, видите российских военных, российские военные объекты, российские оборонные объекты, держитесь от них подальше. Они являются легитимной военной целью, и по ним, безусловно, будут наноситься удары. Поэтому это вопрос вашей жизни, вашей безопасности, особенно если речь идет про Крым, или про другие оккупированные города и территории в прифронтовой зоне. Поэтому вообще следите внимательно, чтобы в вашем поле зрения не было вообще никаких военных, иначе это может, к сожалению, привести к вашей гибели. Что касается фронта, больших изменений за минувшую неделю на нем не случилось. Разве что можно отметить продвижение ВСУ в Крымках, где, собственно, по сообщениям российских Z-каналов, они продвинулись на 300 метров, что не очень много, но, тем не менее, все еще напрягающе для Z-публики, потому что 4 месяца плацдарм ВСУ на левом берегу, на котором довольно малое количество людей, сейчас оценивается их количество в менее сотни человек, собственно, они продолжают удерживать и населенный пункт, и наносить российской армии потери, во многом благодаря тому, что на правом берегу расположены дроноводы и украинская артиллерия, которые наносят удары по штурмующим крынки российским военным. Что касается Авдеевского направления или Кубинского направления, мы там не увидели больших изменений за минувшую неделю, в отличие от предыдущей. Собственно, судя по всему, та вот операция труба, про которую мы рассказывали, она была единичной историей, и Россия не может пока и не имеет возможности закрепить успех и продвинуться дальше на этих направлениях. Однако, конечно, самой шумной историей прошедшей недели в российском Z-сегменте, это была история с видеоколонной, которая шла атаковать Новомихайловку, штурмовать Новомихайловку, где просто эта колонна была размотана в ноль украинскими дронами, и многие Z-каналы обсуждают случившееся, и там началась целая такая заварушка между различными Z-турбопатриотами, как они себя называют. Собственно, одни показывали это видео и говорили, что смотрите, как это возможно, почему командир повел технику в бой, почему, собственно, нет никаких средств защиты, почему нет никакого контроля, как это вообще может происходить, а другие начали говорить, что не вашего умодела, почему это все происходит, ваша задача помалкивать. Собственно, Владимир Соловьев стал одним из таких рупоров, так называемых охранителей, которые начали говорить, что все это в рамках нормальной войны, и вообще не надо лезть, не надо гражданским лезть в войну и мешать, собственно, военным людям, говорили они это различным военкорам. Интересно, что, похоже, это первое видео военного толка, которое буквально дошло до Путина, по крайней мере, он прокомментировал, что видит некоторые преимущества Украины, что он видел в видео, по которому может судить, что на одном из направлений есть преимущество Украины по дронам. Судя по тому, что других видео масштабных с историей про успехи украинских дронов по уничтожению российской техники пачками, вот настолько масштабных не появлялось, возможно, он комментировал именно это. В любом случае, дискуссия продолжает разгораться, и часть российских зетблогеров продолжает концентрировать внимание на вот этом недавнем и безуспешном российском механизированном наступлении возле Новомихайловки Донецкой области отмечают Институт изучения войны. По их анализу, собственно, есть как раз большие разногласия у зетбублики, собственно, и раскул в информационном пространстве, что, по их мнению, указывает на более широкие проблемы со способностью российских войн адаптироваться в Украине. Та история, про которую много раз было сказано, что у российской армии есть большие сложности с адаптацией. Те ошибки, которые они совершают, они продолжают их совершать раз за разом, и практически невозможно представить себе ситуацию, при которой они из этих ошибок будут извлекать какие-то уроки. И не потому, что они не понимают, не потому, что российский солдат, который, значит, сходил в атаку на броне и встретил FPV-дроны, которые его размотали в мясо, не потому, что он не понимает, что так больше делать не надо, а потому, что система забюрократизирована, и иерархия, которая там работает, и отсутствие честных докладов наверх, постоянно шапка закидательств, и рассказы о том, как все успешно, делают просто невозможным принятие каких-либо решений, и наказание тех, кто за неправильные решения ответственен. Собственно, поэтому уже два года мы видим буквально одно и то же с российской стороны. Это не делает Россию, значит, легким врагом. У России все еще большое количество той самой бронетехники, которой они готовы разбрасываться, большое количество живой силы, большое количество ракет, большие возможности авиации, поэтому Россия все еще гигантский и очень опасный враг, который день за днем убивает украинских граждан и пытается уничтожить украинское государство. Однако эти ошибки, они никуда не пропадают, и понимание того, что у России эти ошибки существуют, являются ее слабыми местами, это важное понимание для эффективного противодействия российской армии. Собственно, российские зетблогеры заявляют про охранителей, что, значит, истинные патриоты, они должны критиковать и писать про разочарование от кадров по Новомихайловке. А вот продажные всякие, типа Соловьева, они не имеют права, значит, и пасть раскрывать. Но я думаю, что мы с вами поподробнее разберем и саму видеозапись вот этого истории под Новомихайловкой, и, конечно, реакцию на нее, потому что давненько не было такой, что называется, зарубы в Z-сегменте Телеграма. Вообще, я думаю, эта неделя стала в том числе переломной в восприятии дронов, если до этой недели разговоры были в основном о том, что дроны – это эффективное оружие, оружие новой войны, оружие нового времени, но, скорее, дополнение, то, мне кажется, после прошедшей недели появляется у многих понимание, что дроны – это не просто какое-то дополнение эффективное, это и есть армия нового времени, это и есть оружие нового времени, под которое надо перестраивать армию. По крайней мере, так считает Валерий Залужный, и я с ним полностью согласен. Но вот еще подробная, интересная крупица информации, который раскопал Wall Street Journal, Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов на маленьких рассредоточенных предприятиях, пишет Wall Street Journal. То, что Украина пытается компенсировать недостаток артиллерийских боеприпасов дронами – это мы знаем, и получается довольно неплохо, FPV-дроны хорошо выводят из строя российскую технику и уничтожают ее, однако именно механика, как сделать там распределение по производству этих дронов, описана довольно интересно. Как отмечает издание, производители БПЛА вынуждены делать свои предприятия небольшими из-за угрозы российских ударов. Максимум несколько десятков сотрудников в одном здании, чтобы сохранить производство втайне. Большинство деталей изготавливается на 3D-принтерах. Одно из таких предприятий, приводит пример Wall Street Journal, производит 3000 FPV-дронов в месяц, планов наразить производство на одном таком предприятии до 10. Сейчас в Украине производят 62 вида беспилотников, ведется работа, чтобы они летели дальше, несли большую нагрузку, имели хорошую защиту от РЭП. Тут сразу два интересных момента. Момент первый, это, конечно, вот эта распределительная система, что очень много различных сборочных, соответственно, помещений, где работают разные люди, и это все рассредоточено. Это дает неоспоримое преимущество, которое заключается в том, что нельзя одним там или несколькими ударами, даже если ракеты попадут в какой-то веке не в жилые дома, а реально на военные предприятия, вывести из строя украинскую дроновую промышленность. Да, это будет больно, да, это будет неприятно, если, значит, какой-то вот один из таких, не знаю, как это назвать, цехов, да, или одно из таких производств будет уничтожено, тем не менее, это не будет критичным, потому что они распределены на вот такие маленькие кучки. Это довольно правильно и эффективно. Что касается 62 видов беспилотников, это очень хорошо, потому что, значит, у России... А давайте так. Значит, сначала я дочитаю тот абзац, который у них есть, про как раз производство малого количества видов или большого количества видео, а потом с вами чуть поподробнее обсудим, потому что буквально на прошедших неделях эта дискуссия была и в Z-телеграме. Ранее ряд экспертов называли проблемой то, что в Украине производство беспилотников идет такими полукустарным способами на малых мощностях. Это накладывает ограничения на объем производства, в то время как в России сделана ставка на крупносерийное производство дронов, что позволило россиянам за последнее время резко нарастить объемы выпуска. Вот это как раз интересная тема, но про резко нарастить объемы выпуска это скорее не последнее время, это конец прошлого года, сейчас уже как будто бы испытывает Россия с этим какие-то проблемы, но вот это две модели, две модели, две философии, два вида борьбы. Значит, Россия действительно производит в больших масштабах и вот на больших предприятиях, причем они сосредотачиваются на конкретных видах беспилотников, вот то, на что жаловались Z-каналы по поводу судоплатовцев, что им выделили большое количество денег и забили на остальные перспективные разработки. Украина же, наоборот, максимально рассредоточена, максимально кустарна и максимальное количество видов дронов, что дает вот такое разнообразие различных видов дронов в войне. Ну, во-первых, это значит, что невозможно поставить систему РЭП российской стороне, которая эффективно будет ломать все, что летит, потому что, собственно, чем больше разных видов, тем больше разных нюансов в этих дронах, и тем меньше есть возможность покрыть там большую часть из них теми средствами, которые есть у России. Более того, собственно, когда вы делаете один тип дронов, тут ровно обратная ситуация, на которую как раз жалуется российская сторона, по крайней мере, в Z-сообществе, что поскольку делается один тип беспилотников, то Украина такая, о, окей, вот они этот используют больше всего, и мы ровно на него будем в основном ориентироваться в том смысле, чтобы его подавлять. И таким образом они получили преимущество, по крайней мере, еще раз подчеркну, как пишут Z-каналы. Ну, и второе, это очень важное, это когда у вас много кустарных производств с различными видами беспилотников, их постоянно можно улучшать, то есть решения принимаются быстро, бюрократии, волокиты нет. В России противоположная ситуация, если у вас большой выпуск, если это все на госбабке, то, соответственно, вы должны согласовывать каждую вообще изменение, каждой детальки, и, собственно, из-за этого дроны не развиваются и не идут вперед. Об этом, опять же, пишут в Z-каналах, подробно вам тоже рассказывал. Поэтому подход Украины как будто бы выглядит перспективнее с точки зрения тех условий, которые мы сейчас видим, и будем надеяться, что действительно они смогут изготовить миллион, а то и больше дронов и, собственно, наносить эффективные удары как на поле боя по России, так и за его пределами. Также Украине продолжают помогать другие страны и находятся довольно интересные различные способы и методы. Не всегда это прям новое вооружение, но любое средство механизации лучше его отсутствия, как и, в принципе, собственно, пополнение даже таким довольно старым, довольно древним фондом военным. Это тоже позитивные новости, на мой взгляд. Сотня БТР-60 для Украины, собственно, перед вашими глазами фотографии одного из них, Миноборона Болгарии подтвердила, что начала эту передачу, передачу этой техники. Техника будет доставлена с уже имеющимся на ней вооружением и запчастями. Логистику профинансировала неизвестная страна, участница группы «Рамштайн». Не в смысле музыкальной группы, а группы глав и министров обороны различных государств, которая собирает в свой раз какое-то время для того, чтобы обсудить, как можно обеспечить поддержку Украине. Ранее парламент Болгарии, напоминаю, преодолел вето пророссийского президента Румина Радева на соглашение о поставках бронетранспортеров Украине. Запроголосовали 162 болгарских депутата, еще 55 высказались против. Собственно, преодолевание вето это такой тренд в последних месяцах, наверное, я надеюсь, что он будет усиливаться. В идеале, конечно, чтобы этот тренд дошел и до Соединенных Штатов, где республиканцы продолжают делать все, чтобы Украине не выделялась помощь. Но не везде консерваторы, скажем так, как-то погрязли в каких-то связях с Путиным, по желаниям ему удачи и победы и в сомнительных решениях. Лидер консервативной партии Канады Пьер Пуавер предложил передать Украине ракеты класса «Воздух-Земля», которые канадские власти планировали утилизировать. Об этом сообщает CBS News. Уточняется, что на балансе Минобороны Канады находится более 83 тысяч авиационных ракет CRV-7 80-х годов, которые сняли с вооружения в начале нулевых. В 2021 году правительство подписало контракт на их утилизацию. Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которое сможет использовать его для защиты суверенитета, заявил Пуальевр. Минобороны Канады подтвердили, что рассматривают такой вариант, однако в ведомстве также отметили, что не все ракеты имеют боеголовки. Тем не менее, сторонники предложения утверждают, что Канада может передать Украине около 8 тысяч ракет, а остальные можно использовать для запчастей. Очень хорошая инициатива. Опять же, у многих стран есть большое количество вооружений, в том числе вооружений, которое планируется под списание, которое может вполне себе пригодиться на этой войне. Да, хотелось бы новые, да, хотелось бы современные, да, хотелось бы в больших количествах, но, опять же, любое оружие, любое средство механизации лучше, чем его отсутствие, поэтому такую инициативу можно только поддержать. Что называется, консерватор здорового человека, по крайней мере, в этом вопросе. Будем надеяться, что коллеги из других стран тоже последуют примеру, поймут необходимость помощи Украине и перестанут блокировать, блин, финансовую помощь. Ну, а теперь перенесемся в Россию, которая пополнилась довольно дикими историями, историей, которая впечатлила даже меня. В Москве на врача-педиатра, на которую пожаловались сдава российского военного, завели уголовное дело о фейках про армию. Что там произошло? Короче, значит, некая женщина записала видео, что, мол, она ходила к врачу со своим ребенком, и врач спросил, а что с поведением у ребенка? Ну, какое-то оно, значит, там было нестандартное. На что эта женщина по ее словам ответила, что вот у него отец погиб на СВО. И после этого якобы женщина сказала, женщина-педиатр сказала, что, ну, он был легитимной военной целью, и вообще Россия сама виновата. По крайней мере, так пересказывает та женщина. Ну, перепалка и перепалка сказала, соцсетях сказала, все-таки это не публичный разговор, это не комментарий в соцсети и прочее, хотя и комментарий в соцсети, и публичный разговор тоже никаким образом не должен наказываться, блин, особенно, когда говорится чистая правда. Российский военный, который прошел в зону, значит, военных действий, является легитимной военной целью, безусловно. Да, здесь не может быть никаких сомнений. В любом случае, значит, история заключается в том, что ей поверили Бастрыкин, что-то очень заинтересовался этим делом, и, в общем, возбудили дело на вот эту женщину, на педиатра, детского, и это прям выглядит довольно ужасающе, то есть, там быстро все закрутилось, у нее прошли обыски, вы можете видеть фотографии с обысков, вот ее квартира, то есть, пришли менты. Еще раз, я напоминаю, речь идет о том, что какая-то женщина записала видео, что якобы врач-педиатр рассказала ей, что, значит, ее муж был легитимной военной целью. Все, это все основания для дела, там, ну, ничего больше нет, даже ничего не заявляется следствием. Это довольно безумная история, потому что это не связано с публичным выражением позиции, с антивоенными выступлениями, да с чем угодно еще. Это просто личный разговор, буквально там не на кухне, но близко, да, и это уже та стадия доносов, про которую там постоянно, я не знаю, иронизировали и шутили. Тот самый, блин, 37-й год, когда женщина выходит из поликлиники, она говорит, а знаете, в поликлинике вот плохо сказала про военных российских, и все, приходят менты, делают обыск и заводят уголовное дело. То есть, ну, даже по моим каким-то уже привыкшим ко многому меркам, это выглядит довольно впечатляюще. Ее, слава богу, не стали арестовывать эту женщину, но, значит, для нее в качестве меры пресечения выбрали запрет определенных действий, значит, ей нельзя теперь пользоваться почтой, телефоном, интернетом и общаться со свидетелями по делу. Естественно, ее уволили из, опять же, поликлиники. Ну, то есть, жизнь человека разрушена, потому что другой человек осуществил донос. Чем донос вообще отличается от, значит, всего остального? Тем, что донос еще никак нельзя верифицировать никаким образом, потому что дальше стали выяснять подробности. Оказалось, что сына в кабинете в этот момент вообще не было. Адвокат этой женщины-педиатра говорит, что ничего она такого не говорила, никаких доказательств вот эта вот женщина, обвиняющая ее, не предоставила. Да и, ну, мне странно перечислять историю про обвинение и обвинение, потому что обвинение в чем? Слова, что, не знаю, или что-то такое, ну, тут нет состава преступления и быть не может, даже по российским меркам, потому что там это публично, дискредитация должна быть публичная. Но, да, мы, понятно, рассуждаем не о законе, мы даже никакого закона в России нет, да, есть конкретно принимаемые решения, но сам факт, что вот на такой донос реагировал Бострыкин, завели дело, и к женщине, мягко скажем, в возрасте пришли, вломились, обыскали, уволили с работы, разрушили ей жизнь, это, конечно, выглядит довольно впечатляюще, и, что называется, для всех остальных намек. Намек не то, что надо помалкивать, а намек, что пространство не просто для свободы, которая и так была уничтожена, а пространство для жизни, оно сужается до настолько микроскопической точки, что впору задуматься, насколько вам в этой маленькой точечке, независимо от ваших взглядов и всего остального, будет комфортно. Параллельно проходят акции жен мобилизованных, да, вот есть, значит, жены мобилизованных двух типов, одни доносы пишут, вторые на акции выходят, на Красной площади прошла очередная акция возложения цветов, в этот раз жены мобилизованных анонсировали ее с помпой, ну, как не с помпой, с призывом, да, к ним присоединиться, к ним помочь, то есть, устроить прямо уже полноценную большую акцию, а не просто, когда 6-7 человек кладут цветы. К призыву на эту акцию приснился, например, Максим Кац, который призвал всех прямо прийти, но, к сожалению или не к сожалению, не знаю, как оценивать, но в любом случае широкомасштабной акции не получилось, то есть, было относительно немного людей, хотя, мне кажется, опять же, что такое много и немного людей? Мы говорим про то, что прошло два года с начала войны, почти два года, да, и что российская власть вот только что в предыдущей новости, вы видите, закатывает, что называется, вообще не то, что за протест, а просто за какие-то слова где-то в больнице сказанные, а может быть и не сказанные. Поэтому, конечно, то, что, ну, я бы сказал, наверное, несколько десятков жен мобилизованных, 20-30 жен мобилизованных и еще какие-то люди, да, то, что они вышли, то, что они заявили свою позицию, то, что они, значит, открыто об этом сказали, что они за демобилизацию и все остальное, это все равно довольно важное явление. Но для меня ключевым вопросом было интересно, что будут делать российские менты, учитывая, что они любят всех задерживать, а как бы жен мобилизованных пока задерживать нельзя, то есть, власть не решилась на то, чтобы задерживать жен мобилизованных, все последние, это уже седьмая их акция, да, просто она была как бы объявлена как более широкая и более масштабная, значит, менты жен мобилизованных задерживать не могут, им не дают разрешения. Я думал, ну, кого-то же они должны задержать, ну, не бывает же так, чтобы мент никого не задержал в России, да, это буквально его естество. И не поверите, действительно, стали задерживать, но аккредитованных журналистов и людей, называющих себя журналистами, ну, то есть, в том числе, госагентства начали задерживать, просто в автозак набили, там, 25 человек, 27, увезли в неизвестном направлении, кого-то начали отпускать, кого-то нет, делать какие-то странные заявления, что, типа, а вот кто не инагент, мы того отпустим, а кто инагент, того не отпустим. А что вы будете делать с инагентом? Ну, типа, к чем это регламентировано? Ну, у нас там, не знаю, добавили уже какие-то пункты по поводу этого. В любом случае, потом журналистов отпустили, но вообще это история, что любого там человека с камеры, который начинал снимать возложение цветов, задерживали, довольно выглядело специфично, мягко скажем. Вот, но акция прошла, жен мобилизованных опять не тронули, это должно быть сигналом для других жен мобилизованных, что у них действительно, их не тронули не из-за благородства, не из-за гуманизма, а из-за того, что власть действительно опасается реакции не просто общества, а именно милитарийской части общества на то, что там начнет мент избивать жену мобилизованного. Поэтому у жен мобилизованных, и у родственников есть такая суперсила, если хотите, потому что их сложно очень подвязать к тем идеологическим паттернам врага, которые российская власть пытается навязывать. Там, их пытаются обвинять, что они там навальнисты, там, я не знаю, что там сросята, какие еще терминологии использует российская пропаганда, я, честно говоря, уже подзабыл, давно не смотрел всевозможных баллонов, но история заключается в том, что к ним это не прилипает, все эти маркировки, потому что это действительно настоящие жены, настоящих мобилизованных, которые находятся на войне. И в этом смысле, конечно, эти акции будут, я думаю, еще проходить, и я надеюсь, что больше людей увидят как раз, что это действительно есть возможность, и, пожалуй, единственная возможность вернуть там своих родственников с фронта. Можно долго обсуждать моральную составляющую, где они были раньше, как они отпустили своих мужей, там, значит, что они там не выступают против Путина и прочее-прочее. Я тоже всегда, что называется, рад на кухне об этом поговорить, но факт остается фактом. Эти женщины, эти люди, они, собственно, имеют общую на данном этапе с нами с вами цель. То есть, снижение потенциала российской армии, демобилизация, собственно, российских военных, что это снижение потенциала и обеспечит. Поэтому, безусловно, что называется, содействовать им или хотя бы не мешать, это, на мой взгляд, вполне адекватная цель, если вы хотите скорейшей победы Украины. И, собственно, будем надеяться, что это движение будет шириться, оно продолжает давить на власть, и очевидно, что власть по этому поводу испытывает некоторые стеснения и некоторые волнения. Ну и напоследок, давайте про такую отдельную немножко историю, как раз про стеснение и волнение власти. Когда вот началось полномасштабное вторжение, и часть людей, публичных людей, политиков, журналистов стали принимать решения оставаться в России, замолчать, или оставаться в России и цензурироваться, или уехать и продолжать вести свою деятельность, честно говоря, максимально подробно о том, что происходит, называя вещи своими именами, была большая дискуссия, в которой я участие не принимал и не считаю нужно принимать до сих пор, уехавших против оставшихся, так называемых, что, значит, те, кто уехали, говорят, слушайте, ну мы уехали для того, чтобы наиболее полно, объективно и без цензуры освещать. Те, кто остались, говорят, да что вы понимаете, вы, значит, уехали из страны, вы ничего знать не можете, значит, а мы вот зато остались в стране, да, мы там много чего не договариваем, много чего говорить не можем, но, тем не менее, вот важно, чтобы мы находились. И одной из активных участниц в этой дискуссии была Юлия Галямина, политик, к которой я отношусь с большим уважением, которая говорила, что вот вы там уехали и, соответственно, ну не то, что не отсвечиваете, да, но как бы ваше слово, так сказать, весит меньше, и я вот осталась, я останусь, буду здесь до конца, никуда не уеду, значит, даже не просите. Она, собственно, говорила, ну, про это, говоря, что как бы важно вести деятельность внутри России, важно быть российским политиком изнутри России и прочее, прочее. И вот это была такая большая дискуссия. Опять же, я не хочу там, что называется, говорить, что одни правы, другие нет. Для меня здесь, в этой дискуссии, я вообще не понимаю, почему она идет. Я считаю, что, ну, кто уехал, тот уехал, кто остался, тот остался. Типа, зачем это обсуждать? Не надо обвинять других в чем-либо, да? Естественно, я там отвечаю, когда какой-нибудь там Алексей Венедиктов рассказывает, вот уехавший, а я, говорит, знаю в России, что здесь происходит. И это выглядит, конечно, абсолютно уморительно, потому что он живет там внутри Садового кольца. Все, с кем он якобы встречается, это просто люди, которые транслируют ему абсолютно пропагандистские нарративы. А медиа, которые он там делает или помогает делать, да, живой гвоздь, оно берет новости, информацию абсолютно из тех же источников, что и, что называется, уехавшие. Зачастую эти источники, это и есть уехавшие. Ну, то есть, это, собственно, там, не знаю, Медуза, какие-то другие издания. Более того, люди, которых они вызванивают экспертов, это тоже все уехавшие. Поэтому в чем специфика вот именно нахождения Алексея Венедиктова в России, какой новый нерв это дает, ему не очень понятно. Зато есть журналисты, настоящие журналисты, которые действительно, оставаясь в России, пытаются раскапывать определенные истории, ездят сами, пишучком, значит, по всяким судам, по всяким объектам и по всему остальному, пытаются говорить с людьми. И в этом смысле, безусловно, понятно, зачем они остаются, безусловно, зачем они подвергают себя части ограничений. То есть, условно говоря, тот, кто делает реальное дело, я могу их понять. Причем, как уехавших, так и оставшихся. Тот, кто просто балаболит и вступает вот в такие активные дискуссии, я не до конца могу понять. Но что произошло с Юлией Галяминой и почему вот эта яркая такая иллюстрация, что действительно, если ты остаешься, то, если ты политик, например, то, скорее всего, тебя просто заткнут. Юлия Галямина написала в своих соцсетях следующее. Я замолчу на некоторое время, не буду писать в соцсети и давать интервью. Она написала в своем телеграм-канале об этом. Причиной такого решения Галямина назвала сообщение телеграм-помойки «Бриф» о том, что продолжение ее активности при координации «Полдень против Путина» приведет к уголовному делу. Можно было пройти мимо, пишет Галямина, мало ли кто что пишет, тем более, как иноагент, находящийся в России, я не могу быть главным публичным координатором никаких акций, чтобы не подставлять людей. Но я давно в политике и понимаю, что передо мной не просто нелепое обвинение непонятных анонимов, это предупреждение, считает политик. Собственно, в итоге, ну, получается ситуация, когда, типа, ты остался в России для того, чтобы вот там быть голосом против, чтобы там вот представлять интересы людей, но ты в итоге замолкаешь, потому что это просто физически опасно. Это я ни в коем случае не ставлю это Юлии Галяминой в вину. Нет, она, собственно, она страдает от режима, а не является причиной страдания. Просто это как раз яркая иллюстрация, почему, например, я уехал. Потому что, выбирая между тем, чтобы молчать в тряпочку в России и делать дело, ну, за рубежом, и добиваться каких-то поставленных передо мной задач, единственной, которая является остановка войны в Украине, победа Украины и обеспечения ее, безусловно, мне кажется, что в моей ситуации я абсолютно осознанно выбрал второе и выбрал правильно. Вот. А так, я считаю, что любой человек вправе делать тот выбор, который он хочет, но, соответственно, делать это с каким-то опломбом выглядит довольно странно. Ну, как минимум, знаете, что вы можете долго рассказывать, что значит, вот вы там избранные и прочее-прочее, а все уехавшие козлы, а потом окажется, что вы будете вынуждены замолчать ровно по тем причинам, которые уехавшие вам и описывали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!